Мы покажаем коллеги, мы продолжим разбираться с факторами прогноза. И прежде чем начать говорить о факторах, как лечить пациентов, надо определиться, что такое эти факторы неблагоприятного прогноза. Как я уже сегодня говорил, у нас факторами неблагоприятного прогноза в первую очередь являются параметры распространенности опухолевого процесса. И при ТНМ-8 эти параметры несколько изменились. Здесь остается вопрос с размером опухоли, локализацией метастазов. Здесь перечислено последовательное ухудшение прогноза в зависимости от локализации метастазов. Количество метастазов, в частности в региональных лимфоузлах или системной терапии, или количество пораженных органов. Хотя тоже вопрос, как считать количество пораженных органов и систем. У нас есть факторы, которые отражают биологию опухоли. Для первичной опухоли это изъязвление. Мы знаем, что изъязвленные меланомы обладают худшим прогнозом и обладают определенными особенностями. Уровень ЛДГ, который тоже в большинстве случаев относится к особой биологической модели поведения. Меланомы из-за этого являются независимым от мутационной нагрузки фактором прогноза. Собственно, мутационная нагрузка – это количество мутаций. И здесь имеет большое значение количество не самих, даже не столько количество мутаций в целом в опухоли, сколько количество мутаций в так называемой либо стволовой опухоли в клетке, в общем, в том клоне, из которого развивалась опухоль. Тех мутаций, которые есть во всех субклонах опухоли. Потому что мутационная нагрузка именно в субклонах, когда мутация случается, только одной небольшой субпопуляцией опухоли в клетках, она является худшим фактором прогнозов, в частности, для иммунотерапии. Но и наличие драйвинеров ампутаций, то есть те же для меланомы – это мутации в генах BRAF, N-RAS, это мутации в генах KIT и нескольких других генах, они имеют важное значение. Факторы со стороны больного – общее состояние, всеми признанные факторы, которые включаются во все прогностические модели. Мы знаем, что чем хуже себя пациент в целом чувствует, тем хуже у него прогноз, причем это и хуже эффективность лечения на самом деле. Менее часто встречающийся фактор – это возраст, сопутствующие патологии, состояние иммунной системы, до какой-то степени пол. Ну, что надо понимать, что количество факторов прогноза, чем дольше мы их исследования, тем больше их находим. Что важно, что комбинация факторов неблагоприятного прогноза ухудшает ситуацию. Если мы здесь посмотрим, здесь разные прогностические группы, что для эпилемумаба – несколько прогностических факторов ЛДГ, поражение органов ЭКОК, что для пембролизумаба было сделано исследование, тоже количество неблагоприятных факторов или благоприятных факторов. Вы видите, факторы высокий уровень ЛДГ, стадия по М, количество лейкоцитов и количество зенофилов в крови. Все это складывается в максимально неблагоприятную историю или в максимально благоприятную историю. В зависимости от этого пациенты живут либо очень коротко, либо очень долго. Ну, безусловно, про все факторы за короткое время рассказать невозможно, поэтому я остановлюсь только на трех основных аспектах. Это метастазы в головном мозге, о которых мы уже начали говорить, высокий уровень ЛДГ при четвертой стадии заболевания и адювантная терапия у пациентов, у которых было поражение региональных лимфоузлов после хирургического лечения. Итак, системная терапия в головном мозге. На сегодняшний день все новые препараты изучались именно по относительным эффектам в головном мозге. Здесь указан эффект в целом, то есть включая стабилизацию процесса. Обратите внимание, комбинации иммуно-онкологических препаратов и пилиумаб с неволюмабом 50-60% объективного ответа, в монотерапии в половину меньше. Но медиана времени до прогрессирования достаточно неплохая. Мы помним, что пациенты с метастазами в головном мозге имеют медиану без лечения, имеют медиану общей выживаемости 3 месяца. Здесь времени до прогрессирования в 2-3 раза выше. Доброфенип с траметинемом для бравмутированной меланомы. Очень высокие результаты интракраниального ответа на лечение. Медиана общей выживаемости больше 10-8 месяцев по результатам исследования комби-МБ. И пилиумаб, пембролизумаб в монотерапии. Худшие результаты ответов на лечение, но неплохие медианы времени до прогрессирования и медиана общей выживаемости. Медиана здесь нет, но однолетняя выживаемость 38%. Это неплохой результат для иммуно-терапии. Доброфенип, вемрофенип выше. Результаты объективного ответа, безусловно, хуже, чем для пациентов без метастазов в головном мозге. Но, тем не менее, значимые результаты. Медиана времени до прогрессирования тоже довольно-таки высока. Вот пример исследования Checkmate 204. Прекомбинированная терапия, пилиумаб, неволюмаб, время до прогрессирования, как мы видим, достаточно впечатляюще. Опять мы наблюдаем плата. То есть у пациентов, у которых бессимптомная метастаза в головном мозге, при комбинированной терапии работает не хуже, чем при отсутствии метастаза в головном мозге. И мы видим те же паттерны ответа. Тоже исследование контроля чагов. Ответ в когорте Ани, волюмаб, пилиумаб с бессимптомами и нелечными метастазами гораздо выше, чем те, кто получал невотерапию при бессимптомных или при симптомных очагах. Вы видите, примерно в два раза лучше эффективность лечения, если мы начинаем сразу с эффективной терапии. Ну, что очень важно, что комплексное лечение, безусловно, влияет на, гораздо сильнее влияет на эффективность терапии, чем просто монотерапия. Здесь исследователи изучали эффективность стереотоксической лучевой терапии с последующими назначениями монотерапии. Посмотрите, здесь, если не назначать никакого лечения, провести только стереотоксическую лучевую терапию, вот эта вот кривая, если мы начинаем брафи-мекингибиторы назначать, или брафи-мекингибиторы и иммунотерапию, вот это вот две верхние кривые. Брафи-мекингибиторы с последующей иммунотерапией, просто брафи-мекингибиторы и иммунотерапия. Вы видите, мы можем существенно статистически значимо улучшить общую выживаемость этих пациентов, что принципиально важно. Высокая активность ЛДГ. Больший размер эффекта даже при высоком ЛДГ и в плане общей выживаемости по сравнению с монотерапией брафингибиторами. Та же самая ситуация при Нивлюмабе. Здесь уже сравнение с химиотерапией. Мы видим при высоком уровне ЛДГ, это у нас результаты, все показатели в пользу Нивлюмаба. Тоже самое Checkmate 67, высокий уровень ЛДГ, все показатели в пользу Нивлюмаба. Пембролизумаб. Абсолютно такая же картина, даже может быть еще с большей выраженностью размеров эффекта. И при нормальном уровне ЛДГ, и при повышенном уровне ЛДГ преимущественно по сравнению с химиотерапией. Другое исследование, то же самое. В результате у нас есть два подхода к лечению. Как нам быть? На что нам ориентироваться у пациентов с высоким уровнем ЛДГ? С одной стороны, мы знаем, что брафингибиторы, как мы уже говорили, дают быстрый ответ. С другой стороны, иммунотерапия дает медленный ответ, но надежный ответ. Как сравнить? Вот Джаджина Лонг попробовала сравнить эффективность терапии и кривые. Это не рандомизированные исследования, не прямое сравнение препаратов. Но, тем не менее, на одном слайде отражены кривые выживаемости пациентов, времени до прогрессирования пациентов с высоким ЛДГ на монотерапии дубрафинибом, комбинированной терапии дубрафинибом с терабинтинибом и на иммунотерапии. И вы видите, если брать отсечку один год, то эпилюмумаб дает 10%, ниволюмаб – порядка 30% монотерапии, дубрафиниб с терабинтинибом в комбинации 25%, а комбинированная терапия ниволюмабом с эпилюмумабом – 58%. Это очень маленькие группы, безусловно, пациентов. Но, тем не менее, это первый сигнал о том, что иммунотерапия для неблагоприятных парагностических группах может быть не менее, а то и более эффективной даже, чем таргетная терапия, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что у таргетной терапии преимущественно начинаются сразу, и вот эти пациенты, которые здесь должны были запрогрессировать, они не запрогрессировали, здесь же резкое снижение эффективности лечения. Возможно, комбинированная иммунотерапия дальше будет улучшать неблагоприятные факторы, потому что здесь показаны исследования, про которые я уже тоже сказал, благодаря которым профессор Гермон предположил, что нам, может, не потребуется одевантная терапия. Это комбинации пембролизумаба с низкими дозами эпилюмумаба. То есть мы знаем из других исследований, что чем выше доза эпилюмаба, тем выше эффект это отражается на выживаемости. Здесь предложили, что и низкие дозы работают, и низкие дозы могут быть не менее эффективны. Посмотрите, это результаты общей выживаемости пациентов. Однолетний – 90%, двухлетний – 87%. И это комбинация пембролизумаба с эпилюмумабом. Возможно, это поменяет в дальнейшем наше представление об этой группе больных. И, скорее всего, иммунотерапия именно позволяет преодолеть до какой-то степени неблагоприятные прогнозы, потому что, посмотрите, монотерапия и эпилюмумаба никто не переживает 6 месяцев с высоким уровнем ЛДГ, с сверхвысоким, скажем, больше двух верхней границ нормы. Тем не менее, да, это гораздо худший результат, чем 50%. Но, тем не менее, комбинированная терапия оказывается опять лучше. Что надо сказать по поводу качества ответов? Даже при высоком уровне ЛДГ качество ответов на иммунотерапию сохраняется высоким, но при таргетной терапии, к сожалению, несмотря на полный регресс, пациенты продолжают до какой-то степени прогрессировать. Пациенты, не прогрессирующие, составляют далеко не 100% из всех ответивших на лечение. Ну, Галина Юрьевна показывала уже этот статус. Общая выживаемость пациентов с брафмутацией. В принципе, брафмутация на сегодняшний день не определяет эффективность иммунотерапии, но может определить эффективность комбинированной терапии, потому что у брафмутированных пациентов все-таки комбинация иммуноонкологических препаратов, даже при высоком уровне PD-1-экспрессии в этих исследованиях, оказалась все-таки немножко лучше, чем... Хотя это статистически незначимое различие, чем монотерапия неволюмаком в данном случае. Взаимодействие факторов, оказалось, имеет большое значение. То, что я говорил, высокий уровень ЛДГ плюс наличие брафмутации. Значительное преимущество, причем статистически значимое, у комбинации иммуноонкологических препаратов по сравнению с монотерапией. И это мы тоже должны учитывать. Качество эффектов. Качество эффектов требуется понимать. Полный регресс, один полный регресс отличается от другого полного регресса. Если для иммуноонкологических препаратов полный регресс – это первый сигнал к тому, что у пациента будет все хорошо, и мы можем попытаться его вылечить, то, к сожалению, на брафингибиторах мы такого не видим. Пациенты все-таки продолжают прогрессировать, даже пациенты с полным регрессом. То есть это не означает качества. Но что надо помнить? Эффективность лечения, количество полных регрессов разная. Иммунотерапия обладает другим паттерном лечения, совершенно отличающимся от таргетной терапии. Если мы посмотрим на привычный водопад, почти все пациенты получают пользу от таргетной терапии. Да, объективного ответа примерно 50%, но у всех есть уменьшение. Для иммунотерапии, безусловно, у нас есть большое количество пациентов с полными регрессами, но у нас есть пациенты, которые характеризуются гиперпрогрессированием на фоне иммунотерапии. И мы здесь видим во всех кривых выживаемостях на первых трех, где-то на отсечке первые три месяца выраженное падение этих кривых. Потом они уже после года двух наблюдений, пациенты, получавшие иммунотерапию, живут дольше, чем пациенты, получавшие таргетную терапию. Но до этого ранние смерти лучше предотвращает именно комбинированная таргетная терапия. Поэтому в настоящее время ключевая наша задача – понять, кто эти пациенты. И на сегодняшний день у нас, в общем, начинают появляться такие инструменты. Это вот результаты постера с последнего конгресса ЭСМО. Мы все знаем, что пациенты, у которых быстро растет опухоль, они худшие кандидаты для иммунотерапии. Но что такое быстро растущая опухоль? Это которая растет в два раза за месяц, за два месяца, за три месяца или за год. У каждого это свое понимание. Здесь в Минституте Густава Руси попытались дать этому определение. Вы сделали определенную форму и в соответствии с этой формой распределили пациентов на гиперпрогрессирующих и не гиперпрогрессирующих. И заметьте, вероятность прогрессирования и вероятность и медианного времени до прогрессирования у пациентов с медленным ростом опухоли в два раза практически выше, чем у гиперпрогрессирующих пациентов. Вероятно, это та самая когорда, которая не получает пользу от иммунотерапии. И мы теперь можем попытаться ее выделить каким-то образом. Мы все знаем, что третья стадия – это очень гетерогенная группа пациентов. Если у нас по текущей классификации, которая действует последние несколько месяцев, у нас были пациенты с третьей А стадии, третьей В и третьей С, которые ввела себя хуже всего. По новой классификации они разделены более точно, но даже третья А стадия имеет принципиально разный прогноз в зависимости от того, какой размер метастазов в сигнальных лимфоузлах мы найдем. Поэтому, безусловно, мы должны учитывать дополнительно еще какие-то факторы прогноза. Но, тем не менее, один из этих факторов – это изъязвление. И метаанализ, который был сделан в 2017 году, объединил… Мы знаем, что вопрос с драйферонами не решался уже 20 лет, но здесь ученые попытались собрать данные о пациентах, персональные данные, как у нас сейчас говорится, то есть каждый индивидуальный пациент в каждом исследовании был объединен в единую базу, и потом проведен метаанализ таких вот кумулятивных пулированных больных в зависимости от наличия изъязвления или отсутствия изъязвления. И что мы видим? При отсутствии изъязвления десятилетние результаты наблюдения свидетельствуют о том, что преимущественно минимальное и статистически незначимое, но при наличии изъязвления преимущественно достаточно большое, и через 10 лет мы спасаем чуть больше 10% пациентов от смерти от метастатической меланомы. Таким образом, на сегодняшний день интерферон-одевант мы можем принимать исключительно у пациентов с изъязвленной опухолью, если, конечно, у нас не будет новых методов лечения. На этом конгрессе СМО были доложены результаты двух исследований. Это одевантная терапия пациентов с мутацией BRAV и с применением иммуно-онкологических препаратов. Для мутации BRAV мы видим длительный нарастающий эффект от комбинированной терапии комбинации BRAV и мекинг-ингибиторов, конкретно от комбинации доброфениба с траметинибом. Причем этот эффект прослеживается во всех группах вне зависимости от какой-либо подгруппы. И это показывает, что этот эффект наблюдается и на времени до прогрессирования, что самое главное, этот эффект наблюдается и постоянен на общей выживаемости. И прямомап. Это лишь исследование для того, чтобы напомнить, что мы имели. Это терапия 10 мг на килограмм по сравнению с плацебо, которая на настоящее время уже не будет никогда использоваться. Но, тем не менее, это первое исследование, которое показало, что модуляторы иммунологического синапса могут действительно улучшить результаты в одевантном лечении, провели исследование и сравнивали высокие дозы эпилемумаба с монотерапией неволюмабом в стандартных дозах. И что оказалось? Что монотерапия неволюмабом, как и ожидалось, гораздо лучше, чем исследование неволюмаба. А если мы вспомним РТС-исследование с эпилемумабом, то у плацебо там были вот такие вот результаты. То есть эта кривая должна идти еще ниже здесь. И размер эффекта по сравнению с плацебо у неволюмаба достаточно значительный. Это же трансформировалось в выживаемость без отдаленных метастазов. И мы видим почти во всех прогностических подгруппах. Единственное, что вот здесь, при стадии М1С, то есть при удалимых отдаленных метастазах, результаты не столь впечатляющие, но обратите внимание, здесь всего 20-21 человек в группе. Возможно, в этом причина. И, кстати, это совершенно не комментировалось на Конгрессе. И вне зависимости от PDL-статуса, вне зависимости от BRAF-мутации, мы видим хорошие результаты все время в пользу неволюмаба по сравнению с эпилемумабом. Таким образом, подводя итог, современная терапия меланома позволяет добиться результата даже в прогностически неблагоприятных подгруппах пациентах. И мы должны тщательно учитывать многочисленные факторы, влияющие на эффекты лечения. И именно такой вот тщательный учет позволит нам определить оптимальную тактику для нашего конкретного больного, который сидит перед нами. Спасибо за внимание. Спасибо, Алексей Викторович. Спасибо за интересный доклад. Уважаемые коллеги, вопросы? На своем докладе Алексей Викторович, если вы все отметили, показал последние данные, которые касаются одевантного лечения. Ранее эти данные еще нигде не опубликовывались. В журналах сейчас, правда, появились, сейчас вот выйдут. Очень интересно, да, использование неволумаба – это первое. Таргетная терапия, вы коснулись тоже. Таргетная терапия, использование доброфениба с амекинистом. Сочетание тоже показывает эффективность лечения. И та опция, которая была раньше, где утверждено использование эпилюмаба в дозе 10 кг на килограмм веса, она уходит в прошлое и пользоваться не будут, да? Да. Но это, конечно, интересно. Да, вы что-то хотели спросить? Будьте добры. Если позволите, вопрос, который касается прогностических групп для метастатической меланомы. Ведь много-много лет люди лечат болезнь, но почему-то такие вещи, как распространенность болезни, она группируется в основном по поражению отдельных типов органов. Но согласитесь, что уровень ЛДГ не связан с объемом и распространенностью болезни. Ведь может быть история, что высокий уровень ЛДГ, болезни немного, и наоборот. Но, тем не менее, ни в одной из исследований, кроме, может быть, КИНОТ-02, где было ранжирование по 10 сантиметров, суммарный размер диаметров больше или меньше, не используются такие вот понятия размера все-таки метастических узлов и насколько уменьшаются эти размеры суммарно в тех или иных группах. То есть не просто частота ответов, какого объема уменьшения этого, глубина, грубо говоря, этого ответа. Для других опухолей, потому что время от времени такое происходит, для других локализаций. Вот, как Вы думаете, имеет ли смысл при обере лечения распространенность болезни оценивать более, может быть, предметной, чем просто М1А, Б или С? Ну, вопрос сложный, конечно. Но, во-первых, размер эффекта, в принципе, теоретически измеряется, потому что все водопады, которые мы видим, это, конечно, как раз и есть процент изменения размеров очагов. Проблема лишь в том, что, как я говорил вчера, у нас мы не можем полностью оценить все опухолевые очаги. И единственное, что доступно, это оценка по конкретным системам, а оценка стремится к уменьшению количества используемых очагов для этой оценки. Соответственно, вариабельность вот этого изменения размера, она будет весьма значительной, что затрудняет использование данного маркера как какого-то вот предиктора лучшего или худшего результата лечения. Проблема в том, что мы не можем очень точно померить опухолевую нагрузку, потому что у нас есть истинно неизмеримые очаги, например, метастазы в костях, например, плевлит, где количество опухолевых клеток просто мы не можем сделать. Возможно, что-то изменится с введением вот таких суррогатных маркеров и таких биохимических, собственно, маркеров, как циркулирующая опухолевая ДНК и ее количество, потому что это количественно измеряемый показатель, и, возможно, это позволит нам каким-то образом отражать опухолевую нагрузку и станет действительно предиктором. Но это пока что еще будущее, а не текущий момент. Вот я просто уточню короткий вопрос буквально на этот счет. Вот есть пациент с М1С стадия, потому что у него есть метастаз, допустим, в кость 1, и высокий уровень ЛДГ. Есть другой пациент с метастазами в лимфатические узлы, забрюшинные, но он размером 15 сантиметров, а ЛДГ на границе нормы. М1, допустим, В или, допустим, даже М1С. Вот вы выберете для него таргетную терапию или иммунотерапию. Принимаем вы внимание размера узла или вы посмотрите на знаки, что ЛДГ нормальный, и все хорошо? Если вообще брать размеры узла, то, в общем, со времени химиотерапии уже и со времени прежних вариантов иммунотерапии есть информация о том, что чем больше размер узла, тем хуже работает любой метод лечения, поэтому этот мы в любом случае принимаем во внимание, и, конечно, скорость роста тоже будет иметь значение. Это во-первых. Во-вторых, с локализацией процесса, локализация при меланомии имела значение, сейчас надо это еще перепроверять для новых препаратов, но для назначения иммуно-онкологических препаратов цитокинов она имела значение, потому что метастазы в костях являлись неблагоприятным прогностическим фактором, так же, как метастазы в печени. И, скорее всего, это отражает конкретные биологические особенности того или иного типа опухоли. Просто пока мы можем об этом судить только косвенно и по общим признакам, скорее всего, у нас будут какие-то более конкретные признаки, которые будут напрямую измерять эти биологические особенности. Но в целом, да, у пациентов с маленьким очагом мы будем придерживаться менее агрессивных тактик, чем у пациентов с большим, даже единичным очагом, даже, может быть, с меньшей стадией, но с большей опухолевой массой. Спасибо. 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 Спасибо.